Максим Кембель Чем опасен отдых на запрещенной территории Подготовка к новому учебному году Школьный базар в Бобруйске продолжает свою работу Каждый найдет себе то, что хочет Что почем Вперед и ввысь Бобруйская Белшина обыграла столичный Крумкачей Спасибо болельщикам, что они нас поддержали после игры, это очень важно С каким счетом А также рыболовные хозяйства Новые рейсы И большой разговор с президентом Более 300 заявок поступило для участия Когда пройдет встреча Вода дает себе множество опасностей Чем жарче дни, тем больше утопленников Статистики спасателей И практически все они С мест не оборудованных для купания Холодные течения, обрывы, глубина Лишь малая часть невидимых угроз Как не превратить свою жизнь в триллер Расскажет Карина Гуревич 58 Столько человек утонуло в Могилевской области с начала купального сезона Из них 8 в Бобруйске В двух случаях это дети Среди причин алкоголь, переохлаждение или просто баловство Смертей могло быть меньше, если бы не больная смелость людей Долгие-долгие годы Я даже не могу сказать, когда последний раз был случай утопления в районе действия спасательных станций Это практически нонсенс, не бывает такого В основном люди тонут практически 100% в местах, которые не оборудованы для купания Где нет возможности спасателям оказать помощь Кроме большого риска для жизни Купание в запрещенных местах может обернуться штрафом до 87 рублей Есть и другие нарушения, которых стоит избегать Разжигание костра стоит 348 рублей А если распивать алкоголь, можно получить административный арест О безопасности на водоемах должны помнить как взрослые, так и дети Взрослым нужно помнить, что они в первую очередь должны быть примером для своих детей Никакого алкоголя у водоема Ну и конечно же купаться в разрешенных местах для этого Дети – еще одна проблемная тема С начала купального сезона составлено 46 административных протоколов Четыре на несовершеннолетних Подростки любят отдыхать у воды, где нет посторонних глаз И о безопасности не думают А вот родителям стоило бы В случае недостижения детьми возраста 16 лет, с которым наступает ответственность за данную статью Административный протокол составляется на законных представителей За неуполнение обязанностей по воспитанию своих детей В таком случае санкция данной статьи предусматривает штраф в размере до 10 базовых величин И дальнейшую организацию работы с субъектами по выявлению семейного неблагополучия Ежегодно водоемы готовят к началу сезона Чистят дно и берег от мусора Проверяют санитарное состояние А после выдают разрешение В летний период мониторинг продолжается Также здесь дежурят спасатели Сейчас для купания открыты места отдыха на 6 микрорайоне Но только для взрослых и в Туголице Так что выбор за вами Плавать в безопасности или превратить свою жизнь в фильм с плохим концом Карина Гуревич, Андрей Богдан, Бобруйск, 360 Огонь средь бела дня В деревне Коврин горел жилой дом К приезду спасателей здание уже полыхало открытым пламенем Вокруг сгустился плотный дым Хозяйка в этот момент находилась на улице В результате такого пожара уничтожена кровля дома и сарая Повреждено некоторое имущество в доме, закопчены стены В результате инцидента никто не пострадал Причина пожара устанавливается Минздрав в Беларуси обновил статистику по COVID-19 За минувшие сутки зафиксирован 581 пациент с положительным тестом на коронавирус Всего с начала пандемии заразились 448 335 человек В Беларуси полный курс вакцинации прошли около миллиона жителей Получить укол можно в учреждениях здравоохранения, торговых центрах, метрополитене Выезжают медики и на предприятия Интервал между компонентами 21 день На выбор несколько препаратов Иностранцы тоже прививаются в нашей стране Это граждане Литвы, Латвии, Украины Для таких туристов безвизовый въезд Уборочная кампания, карта полетов и очередное подорожание С том из топлива увеличилось на одну копейку Какие теперь цены? Громкие заголовки дня далее в специальном обзоре На участие в большом разговоре с президентом поступило уже более 300 заявок Вопросов, в свою очередь, еще больше Аккредитация завершается в четверг Сам диалог пройдет 9 августа Глава государства встретится с журналистами, представителями общественности, экспертного и медийного сообщества За трансляцией можно будет следить в прямом эфире В Беларуси приняты дополнительные меры для развития рыболовной отрасли В основе подписанного указа президента Стабилизация и выход на устойчивую работу отдельных хозяйств Для финансового оздоровления в предприятии будет снижена долговая нагрузка Один из подходов – передача кредитных задолженностей в агентство по управлению активами Кыргызский авиаперевозчик начал летать в Беларусь Регулярные полеты Бишкек-Минск-Бишкек будут выполняться по вторникам и пятницам Кроме того, с этой недели рейсы в столицу запускает и грузинская компания С 5 августа самолеты по маршруту Тбилиси-Минск-Билиси будут курсировать трижды в неделю В Беларуси с этого дня увеличилась стоимость автомобильного топлива Она выросла на одну копейку Так, цена 92-го бензина – рубль 94 95-го и дизельного – 2 рубля 4 копейки 98-го – 2,26 С начала года это уже 24-е изменение В Могилевской области намолочено более 40% площадей зерновых Завершается в регионе и уборка зимового рапса 98% работы уже позади С каждым годом все вооборот вводят земли, которые раньше считались непригодными для земледелия Вес общереспубликанского каравая уже превысил 3,5 миллиона тонн Средняя урожайность по стране – 32 центни раз в гектара Нетрезвый гонщик в Бобруйске водитель пытался скрыться от ГАИ 31 июля наряд дежурил на улице Ленина Инспектор потребовал остановиться синий форт, но тот и не думал тормозить Началась погоня При первом же случае наружитель бросил своего железного коня и помчался на утек Пробежка длилась недолго, мужчину задержали Медосвидетельствование показало наличие 2 промилле алкоголя В итоге авто на штрафстоянке плюс лихачу теперь нужно выплатить более 6 тысяч рублей И на ближайшие 5 лет он пешеход Время для покупок В Бобруйске работает школьный базар На отрезке между Карлом Маркса и Держинского Еще одна торговая точка расположилась на Горького вблизи у Нейрмага Несколько десятков предприятий предлагают широкий ассортимент товаров От канцелярии до одежды На шоппинг отправилась и Ольга Васенда Все дороги школьников и родителей ведут на социалистическую На отрезке между Карлом Маркса и Держинского работает специализированный базар Изделия предлагают свыше трех десятков индивидуальных предпринимателей и предприятий города Например, средняя стоимость канцелярского набора 30 рублей В него входят дневник, тетради, ручки, карандаши, краски У нас цены намного ниже, чем в магазинах Во многом больше ассортимент Ну и тут в одном месте собрано очень много точек торговых Так что я думаю, каждый найдет себе то, что хочет В первые дни работы школьного базара бобручане больше покупают одежду Отмечают продавцы Выбор большой Костюм на мальчика, брюки и пиджак от 70 рублей Рубашки от 30 Стоимость нарядов для девочек не сильно отличается Модельный ряд богат деловыми образами Размеры от 30 до 40 Ткани прочные, трикотажные Цветовая гамма стандартная В тренде у первоклассников принты и надписи Работать базар начинает в 9 утра Полдень, пик продаж О комфорте покупателей тоже позаботились В каждом павильоне есть мини-раздевалка, зеркало, коврик и вешалки Огромный плюс – нет больших очередей Что тебе сегодня бабушка купила? Ну много всего Три пачки пластилина, три пары брюк Ты довольный? Конечно довольный Как после такого будешь недовольный? Ну мы только еще пришли, ну вот просмотрели, выбор есть Хороший выбор, да Можно выбрать что-нибудь, конечно, по вкусу Можно выбрать и товаром большой ассортимент По вкусу, да И цены по ценам можно выбрать Ну уже что-то приобрели? Нет, еще только начинаем мерить Еще одна точка для шоппинга возле универмага на Горького Здесь цены начинаются от 20 рублей Есть скидки, их размер зависит от возраста коллекции В четверг стоимость на всю школьную форму снижается от 10 до 20 процентов У нас огромный ассортимент предоставлен Калинки, это в основном одежда для девочек Жлобинская швейная фабрика И надекс, это сорочка, джемпера Большой ассортимент брюк Школьный базар работает ежедневно с 9 утра до 4 вечера Выходной – понедельник Торговля завершится уже после Дня знаний 5 сентября Ольга Васинда, Дмитрий Шевцов, Бобруйск, 360 Турнирные разборки В рамках 16-го тура Бобруйская белышина принимала футбольный клуб Кромкачи Поединок носил статус центрального Встречались две команды, идущие вверху таблицы Без раскачки оба коллектива взялись за дело На протяжении всего первого тайма соперники поочередно тревожили голкиперов Но открыть счет удалось хозяевам поля На 46-й минуте отличился Ислам Чесноков Вторая половина матча прошла без голов Финальный свисток главного арбитра зафиксировал победу красно-черных 1-0 Довольны все игроки, я думаю, все вместе сделали хорошую работу И доставили зрителям, наверное, радость этой победы И спасибо болельщикам, что они нас поддержали после игры, это очень важно Благодаря Виктории Шинники обошли Ворона в турнирной таблице Белышина идет на втором месте с 30 набранными баллами Следующий соперник – Новополоцкий-Нафтан Игра пройдет завтра, 4 августа, начало 18.00 Это все и события к этой минуте Смотрите нас в интернете и в соцсетях Мы в эфире каждый будний вечер Счастливо! Новосибирск Новосибирск МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Редактор субтитров А.Семкин